Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 24 ноября 2022 года и я традиционно вещаю вам из Одессы. Из моих видео, да и в общем-то из интернета, вы знаете, что в Одессе нет света, в Одессе нет воды, нет растительности, да, населена роботами, помните этот мультик. Мы приехали на 7-й километр. Посмотрите, что тут происходит с генераторами, с бесперебойниками, с аккумуляторами. Ну, в общем-то, что сейчас можно купить для того, чтобы каким-то образом себя обеспечить хотя бы минимальным комфортом. Сейчас пойдемте посмотрим. Видео будет однозначно крутое, поэтому жду от вас жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписаны на YouTube канал Взрослый Разговор, то сделайте это прямо сейчас. Под видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на эту кнопочку, рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. А видео на канале выходит регулярно. Не тянем кота за хвост и идем смотреть. Идемте. А вот очередь за генераторами. Больше двух рук не давать. А по чем такой генератор? 600 долларов. 600 долларов. Спирит очередь. Круто. То есть давайте посмотрим. Вот рядом магазин рыбалки, а вот тут продают генераторы. Горячие пирожки, да, Жек? Вот такое готовое решение. То есть заправляется газ, это газовый баллон, идет горелочка. Сколько вы сказали? 3000, да, он стоит? Такая вот 550. И есть газовые баллоны по 5000. Такие вот свечи, 72 гривны на опт. Это 72 гривны 6 штучек, да? Это дорого? Нет, я спрашиваю. 6 штучек за 72 гривны, правильно? Вот очередь за генераторами тоже, но уже все продано. Меня не надо. Тебя не надо? Обзор цен. Расскажи, что по чем? Тебя не показываю. Что? Я их продам вообще дешевле, чтобы лично купили. Ну, по чем? Самая дешевая какая? Соточка? Я все свои деньги тратил, не могу продать. Расскажи цены. Доллар 30, доллар 50. Это самая дешевая соточка, да, доллар 30? Да. А вот эта сколько горелка стоит сейчас? 8. 8 долларов? Да. Подключаете газовый баллон. Есть такое решение. А фонарики по чем? Такое, например. 10 долларов. Это не аккумулятор? А, аккумулятор, да. 400 гривен. Хорошо. Да, да. ССБ. ССБ. А такая сколько? 1,9 долларов. 1,9 долларов. Это сейчас розница твоя? Или розница? Понял. Что, спасибо. Хорошей торговли. Так, а теперь давайте посмотрим вот такие вот новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Руслан, привет. Здравствуйте. Давай что, розничные цены расскажем, да? Давай. Что, почем? Это что такое? Это все новогодние цветы в ассортименте. Они на елочку тут, да? Да. Самые большие, вот, можешь посмотреть. А, вот они все есть. Ага. Самые большие это какие? Самые большие это вот эти вот, если ты перед тобой. Ага. Они тут во всем ассортименте, они по 40 гривен штучка. 40 гривен штучка, любой цвет. Да, они любая форма и любой цвет, да. Они в одном размере, это одна цена. Ага. Потом есть следующий вид цветов. Они есть вот такого плана. Ага, они поменьше, да? Вот это получается, вот эти получается 30 гривен упаковка. Тут две штучки, да? Там идет две штучки по 15 гривен штучка. Вот такого плана. Ага, прикольно. Есть вот такие, например, они плюс-минус по размеру такие же самые, они тоже по 15 гривен штучка. Ага. Там они есть разные цвета на них. Они идут с белым, с золотом, с серебром. Такого плана. Потом есть маленькие. Для маленьких елок, для декора берут их. Такого плана они идут. Почему они? Их там есть три вида. Ага. Вот эти получается по 10 гривен за штучку. Это все розница. То есть, если автовики приезжают, они берут упаковками и будет цена другая. Да. На упаковку 50 штук упаковки. Соответственно, там есть стучки. Соответственно, цена другая, понятно, да. А такие вот, что это, туфельки? Это по цветам бархатные игрушки. А, это игрушки такие? Да, они идут. Класс. Сможет снять вот с этой стороны. Они тут выложены все виды, потому что они тут ящики один есть. Да, куда тут все красиво. Например, они тут есть их там 20, где-то 20-15 видов вот этих бархатных. Это все бархатные, да. Да, они идут по 30 гривен за штучку. Еще были, но уже заканчиваются. Вот маленькие такие. Зайчики. Семь года зайчики, да. Почему они? Они по 20 гривен за штучку. Потом вот разные вот эти шовы. Фигурки, да? Фигурки. Ну, тут разность, но тут есть по 25 гривен, есть побольше, тут уже подороже. По 30, по 40 гривен. Например, есть все большие тут фигуры. Деды Морозы, снегурки, там олени, зайцы. Ага. Например, они в среднем там 80-100 гривен, смотря от размера какая фигура. Ага. Потом из серии вот из бархатных тоже берут в комплекте. Шары такие, да? Это вот эти шары, они тоже есть три вида. Они диаметром 60 миллиметров, есть 80 миллиметров, есть 100 миллиметров. Соответственно, они вот 10 гривен за штучку. Потом восьмерка 15 гривен за штуку и вот эти по 20 гривен за штучку. Они упаковками продаются по, ну, 6, соответственно, понятно. Они упаковками, да, но цену именно я сказал за штуку. Понятно, за штуку я понял, да, да, да. Это, кстати, оптовая цена. Ага. То есть это... А вот такие красивые? Шары даем и по оптовым ценам тоже. Такие по чему? Вот эти тоже по 15 гривен за штуку. Очень красивые шарики. Они дадут, да. Вот эти есть там разные цвета, они там есть и желтые, голубые, там есть пурпуровые разные, там белые. Тут вот это все фигурки, вот эти, что ты снимал, там на витрине, где они выложены. Есть шары, есть такого плана шары, светящиеся. То есть это шар сразу с гирляндой внутри. Ух ты, класс. Он идет, он включается, если вам видно, тут есть включат, там батарейки. Включается он, получается, вот это... И горит, да? Перемеканием, да, он горит, моргает, именно как гирлянда. Класс. Моргает, да. По чему такие шары? Горит она. Они 60 гривен упаковка. Ага. Ну, оптовой ценами, в принципе, и по розничнику. Не так же самое, и продаю. Включается, что по вот этой цене. А такие шарики небольшие? Вот эти по 35 гривен за упаковку. Ага. Такие есть. Там 6 штук, да, у них? Да. Ага. Есть вот такие вот по 35 гривен за упаковку 24 штуки. Ну, подарок можно, наверное, брать. Есть что-то на подобное. Для декора берут иногда их время-то времени. Ага. Берут там для украшения маленьких. Ёлок, они еще есть вот в таких. Вот в таких размерах. Ну, в такой упаковке тут больших видов. Видов тут 80 гривен упаковка. Вот тут их шутка. Такая упаковка, да? Да. Что-то штук 60, по-моему. Ага. А сколько такой серпантинчик? Серпантин 30 гривен упаковка. 10 паек получается, или 100. Если поддельно на кольца, то 100 кг там идет. Так, ну и дождик. Дождик, это же, наверное, самая популярная, да? Классика. Классика, по чему? Классика, по чему? По чему дождик? Дождик. Вот этот идет по 20 гривен за ленту. Ага. Это 10 гривен, 200 гривен. Это диаметр 7 миллиметров идет. Ага. Они тут есть в разных цветах. Есть тоже. Белый он идет под... Идет вот именно бархатные цветы, под белый. Вот цветы, под басонные фигурки. По чему он? Он берет. Они все в одну цену. Ага. 20 гривен за ленту. Там плотные, набитые. И есть более пушистые. Это десятка. Ага. Вот этот. Он идет 30 гривен за ленту. Ага. Но продается только лентом. Упаковка. Упаковка, ага. То есть, там по 10 лент идет. Ага. Упаковка. Вот есть, там 300 гривен. Упаковка. Понятно. Есть еще, я смотрю, снеголепы. Если пойдет снег, то будет актуально, да? Снеголепы, да. Ждем снега. По чем они? Да. Мы уже выложили 30 гривен снеголепы. Розница опс? Это на розницу. Это на розницу. Оп, там, да, на ящике, там, конечно. Искусственный снег? Снег. Давай, продемонстрируем. Снег хорошего качества. 30 гривен баллон. Ага. По качеству он. Неплохой, достаточно. Идет. Это не тающий снег. Это на грызгало, он стоит там. Класс. Полгода может стоять там. То есть это на окно, например, да? Да, да. А смывать его чем? Обычным средством для стекол? Даже мне кажется, что он и водой можно его сливать. Потому что он когда высыхает, его если потереть рукой, то он даже сам отпадает. То есть он еще не высох, да? Пока он влажный, да, пока он не высох, например, он Прикольно. Поддержится. А потом он, когда высыхает, он даже так. 30 гривен баллончик, да? Да. Так, Руслан, я уверен, что люди захотят все это купить. Говори номер телефона. Номер телефона. Давайте я вам работаю. Ну, рабочий, давай, любой. Можешь. Продиктуй, лучше продиктуй. В принципе, снять 067-810-39. Можешь тут. Это визит у нас еще там на сайте. Товары. Ну, у тебя, да, у тебя еще есть интернет-магазин. Я оставлю ссылочку. Тут вот с этой стороны, да. Да, я оставлю ссылочку под видео на твой интернет-магазин. Кому будет интересно. Интернет-магазин, он именно там. Больше по кухонным. Да. Приезжайте, либо звоните, заказывайте, да. Русь, ну, огромное спасибо. Как-то с наступающим Новым Годом еще рано тебя, наверное, поздравлять, да. Но, тем не менее, просто уже ты создал вот такое новогоднее настроение, что хочется сказать с наступающим Новым Годом, что в Новом Годе у нас был, в Новом Году всегда был мир уже. Уже наступил и... Я не боюсь, потому что все ждем. Все этого ждем. Огромное тебе спасибо. Хорошей торговли. Мы пошли дальше. Все, спасибо и вам. А что, это генераторы такие, да? Да. А почему они? В общем, 200. Парамак, итальянский бренд. Привезенная с Европой. Остался один. Один какой? Вот этот, мальчик. Вот этот, 200, да? Есть ли помощнее что-то под 10 кВт? Нет. У вас 3,5, да, Максим? 6, 5, 5, 5, вот так вот. 5, 5? А, это 5. Дизель, Хендай, задружный. Так, ну здесь людей поменьше. Здесь больше продается бытовая химия, косметика. Это вам, конечно, не генераторы. Зайдем к Олегу. Олег, здравствуй. Здравствуй. До, после, во время бритья, да? Да, да. Олег, что вообще сейчас на рынке происходит? На рынке себе покупают в основном все что-то. Генераторы? Генераторы, генераторы. Ты сделал съемку я. Ты сейчас посмотришь это видео, ну вот, которое ты, перед тобой мы только что снимали очередь за генераторами и цены. Да, мы сейчас в пролете воды нет, но мы пока не нужны временно. А, ну то есть мыться, в принципе, можно не мыться, да? Ну такой, конечно, у нас немножко черный юмор, но тем не менее, у тебя можно купить вот зубные щетки, зубные пасты, косметику разную. Причем у тебя это все есть как оптом, так и розницу, да, можно взять? Ты на рынке у нас, мы с тобой как-то обсуждали лет 30 уже, да? Да нет, 30. А сколько? 25. 25? Кажется, ты помоложе. Не, ну ты там молодой и красивый, ну давай так, скажем, у тебя год за три, поэтому можно сказать, что ты 45 лет на рынке, хотя рынок столько еще не существует. Слушай, я думаю, что пройдет и по нашей улице инкассатор, ажиотаж с электричеством закончится рано или поздно, люди все-таки вернутся к своей естественной среде обитания. Ну а вот сейчас что такое самое популярное, что сейчас больше всего берут? Ну, берут то, что даже удивительно, дезодоранты, зубная паста такая. Ну, дезики сейчас нужны, зубная паста, в принципе, нужна, ей можно пользоваться даже, когда воды нету. Ну, дезики, понятно, в смысле сложно, дезики. Ну, и зубы тоже почистить. У тебя зубные щетки, зубные пасты, у тебя очень много средств для бритья, у тебя вот эта торговая марка, не будем называть, дабы никого нету, вот такая вот торговая марка, все это у тебя 100% оригинал, что не может не радовать, да? Стараемся, чтобы он только оригинал. Да, ну, опять-таки, у тебя уже есть определенная репутация на рынке, и ты ее завоевал, поэтому к тебе приезжают оптовики, да? Ну, конечно, приезжают, что люди. Люди посмотрят, захотят приехать, говори номер телефона. 050-336-37-97. Звоните, договаривайтесь. С Краснодаром уже звонят, приезжают. О, называйте Павлия от Сан Саныча. От Сан Саныча получаете скидку. О, все нормально. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, конечно. Да, обязательно. Да, давай так, приедут от Сан Саныча, ты смотришь подписку, если не подписаны, ты скидку не делаешь. Однозначно. Все, договорились. Все, Олег, огромное тебе спасибо, хорошая торговля. Давай, пока. Все хорошо. Так, друзья, нашел контейнер с елками, здравствуйте. Елки, сосны, у вас даже, если нет, и свечки есть. Так, свечки. Менеопт? Болгарский, горят 5 часов. Ага. Вот эти 4 часа 11.50, 5 часов 12.50. Прикольно. А такие маленькие елочки? Маленькие елочки в горшках вместе с горшком 900 гривен. Она расти будет ее поливать, она будет расти, да? Да, конечно. Это 70 сантиметров, это 1,90, есть еще 1,10. Они идут в горшках, есть без горшков, вот такие. По чем такие? Маленькие елки, вот такие, они по 1600, это 1,80. 1,80. Да, есть литые, тут, естественно, качество получше. Есть разные, вот такие, ковалевские две модели. Я не совсем понял, что такое ковалевские модели, это что такое? Ковалевская, это совмона самых кышных, которые есть. А сколько такая стоит? 5,800. 5,800? Есть зеленые цветы, есть зеленые цветы, высота 2,10, да. Есть вот такая лапанская, это самая пышная, которая есть. Это у нас 1,80. 4,500. 4,500. И вот такие вот, чуть-чуть не менее пышные, эти 1,80 и 2,10. Вот это 1,80, 3,300, вот это 4,300. Ну а самая красивая, это ветская модель. Ветская 2,30 в голубом цвете, 6,800. 6,800. У вас опт-розница или только розница? У нас опт-розница, дроп, все по свете. Прикольно, но это вы сейчас называли максимальные цены розничные, да, наверное? Ну да, это розничные, то есть от количества можно разговаривать. Скажите, ваш адрес? Заводская 2298. Вы можете назвать номер телефона, он будет звонить. 097-25-89-561. Утяжа 063-129-9017. У моих зрителей есть фишка, пароль я от Сан Саныча, Сан Саныч, это я. Ну, здесь процент. Шикарно. Что у вас еще, я смотрю, еще есть такие горелочки интересные? Цветной дым, есть цветной дым для фотосессии, есть пистоны, есть чеснок детям. А что такое чеснок детям? Это опол, получается, выкидаж, как петарды для маленьких детей, да, но это разрешено, то есть вот такие вот, не разноцветные. Сейчас, наверное, наше время надо с этим аккуратно быть, да? Это можно, это да. То есть петарды, которые побольше, и их, соответственно, уже нельзя. Есть и гривен пачечка, свечи в торт, эти горят минуту 20, есть минутные 70 гривен 4 штучки. Цветной дым, 8 цветов. Как раз сейчас, когда будет снег для фотосессии, да, 150 гривен, 60 секунд, да. А сколько вот такая вот горелочка? Это 600 гривен. 600 гривен. А долго на ней закипает вообще, пробовали? Честно? Да, не пробовали. Мы просто пока получили, уже все продали. Не успели, да, попробовать? В основном на интернет это все ушло. Да, но я видел, я видел, я видел, что их в интернете, в принципе, продают, поэтому... Поэтому и цены как бы... А вот такая сколько? 500 гривен, это 1,5 киловатта. Электрическая, да. Ну, это электрическая, да. Ребят, ну супер, было приятно с вами познакомиться. А дуйка сколько такая? Дуйка 600 гривен. До 2 киловатт, наверное. Все, хорошая вам торговля, мирного неба. Да, спасибо, до свидания. Вот тут прям наглядно демонстрируют, как работает инвертор, от аккумулятора. На 1000 ватт 100 долларов, на 500 ватт 75 долларов. Можно купить. Друзья, это пятая площадка. Здесь очень много люстр, вообще света. И вот как раз зайдем в один из таких магазинов, где торгуют люстрами. Я думаю, что здесь, наверное, можно купить не только люстры. Вот видите, сейчас есть светильники с аккумуляторами. Заодно поузнаем, что почем. Ну, я уверен, что, конечно, кроме люстр здесь сейчас, вон, фонарики интересные. Сушите, пожалуйста, бобочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас хорошо знаем. Я уверен, что у вас шикарный товар. Я знаю про это. Но я думаю, что сейчас, наверное, у вас в ходу что-то другое, да? Да, на данный момент с особой популярностью такие светильники пользуются, а не с аккумулятором. Ага, ух ты. Ну, я не буду светить, но вот так вот он светит хорошо. Он с аккумулятором вставляется в резетку. Ну, это то, что, в принципе, судя по производителю, достаточно неплохого качества. Сколько он стоит? Он стоит 950 гривен. Кстати, есть еще вот такой вот план светильники. Это солнечные? Солнечные батареи, да. Их нужно, в принципе, даже так на подоконнике зарядить хорошо. А сколько такой светильник стоит? 500 гривен стоит такой светильник. Прикольно. Да, ну, то есть еще ждать и поставки очень интересных светильников. Аккумуляторных с пауэрбанком. А вот такие аккумуляторы только сейчас в одном экземпляре. Ну, в одном. Да, на данный момент они везде в одном экземпляре. Это просто светильники, да? Да, это в данный 220. Вот такого плана еще была, тоже лампа, она тоже закончилась. Сколько она стоила? 950 гривен. Она просто, ну, она больше, наверное? Да, она чуть больше, она еще, как бы, в принципе, у нее тут был вход еще под панель солнечную. То есть нужно было подключить. Я помню, раньше были такие с радио еще, помните, давным-давно. Да, да, нет. А еще такие лампы были. Такого уже нет. Сейчас бы сберечь энергию для света. Да, я помню такие. Ну, это самое самое хорошее. Да, да. Радио, лампа была, да, вы помните. И фонарь так светит. Две таких этих. Неон, неон. А сколько времени пришло, ничего не поменялось. Да, свет как выключали, так и выключили. Ну да, возвращаемся. Смотрите, с этим понятно. Расскажите зрителям, какой у вас есть ассортимент, и что у вас можно купить в обычной цивилизованной жизни. Да, в обычной жизни, то есть, практически, можем удовлетворить любую потребность. Есть и классические модели, и лофт, модели в стиле лофт, любые, хрустали есть. То есть, тут, в принципе, любой запрос мы можем удовлетворить, несмотря на то, что витрина не слишком такая большая, но по запросу мы можем найти любую модель, которая требуется. Если есть какой-то дизайн-проект, то же его можем закрыть. Вы знаете, давайте мы поступим правильно. Назовите ваш номер телефона, чтобы люди позвонили, кого интересует. Я могу отрекомендовать, что у вас здесь хорошие цены, что у вас качественный товар, я это точно знаю, потому что брал у вас, собственно. Я могу брать? Да, конечно, диктуйте. Сейчас, секундочку. И адрес какой здесь точно у вас? 624 павильон, 5-я площадка. 5-я площадка, 626-й, да? 624. 624-й. У вас выход есть на одну сторону, у нас есть выход на другую сторону. Здесь у нас выход, получается, вот там вот бывшая милиция, да, она называлась? Бывшая милиция. Медпункт. Вот там вот маршрутка на поселок Котовского. Вот. Ну, то есть, это такой ориентир. Ага, вот, 624. Говорите номер телефона. 096-994-2072. Работаете каждый день, кроме пятницы. Можно предварительно сделать заказ по телефону и приехать, забрать. Хотя, честно знаю, что вы даже делаете доставку в город. Вот. Да. Ну, и новую почту вы тоже отправляете, да? Да, в любое направление, в наложенном платежом, по предварительной плате. То есть, варианты все обговариваются. Супер. Огромное вам спасибо. Хорошая вам торговля. Да будет свет. В первую очередь, да? Чтобы все вот эти люстры светились. Да, чтобы все было красиво. Такие вот эти лампочки. А сколько вот такая лампа стоит? В районе сейчас пересчитываем. В районе 200 гривен, да? Это же она такая стильная, да? Вот такая прикольная. Да, да. Жаль, сейчас, конечно, нет света. Можно было бы все это увидеть. Это все такие модные, достаточные вещи. Да, такого плана. Тоже интересные дизайнерские модели. Супер. Есть, но выбор огромный. У вас можно купить отдельно лампочки. У вас есть розетки, выключатели. Что еще? Даже чайник. Даже чайник. Ух ты. Вот какой. А чайник сколько стоит? Чайник 750 гривен из нержавейки. Ой, да, там класс. Смотрите, внутри металл. Угу. То есть, он не будет вонять, потому что обычно... Да, здесь специальный металл такой, который... Ну, нержавейка, да. Номер металла там прописан, он из нержавейки, да, и он... Ну, есть просто дешевые пластмассовые чайники, которые кипятишь, и они воняют. И дизайн очень классный. Да, дизайн стильный достаточно. И цена, ну, мне кажется, в меня. Сама бы чай делала, но деньги надо, да? Да, да, да. Так свет бы был. Да, да, да. Ну, у вас есть кофемашина, к сожалению, кофе мы не попьем. Да. Что еще, кроме чайников есть? С удовольствием, я бы у вас обестили кофе. Ну, большой выбор для светильников, вот такой смарт-светильников, есть с музыкой, и с подсветкой. Настольная лампа, сколько такая настольная лампа стоит? 590 гривен такая лампа. Она, правда, не от аккумулятора, а от розетки. Ну, понятно, да. Там тоже три режима. Там несколько режимов, да, 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 да. Поверный, да, есть ночной режим, такой подсвечник, режим подсвечника, то есть у него, как бы, да. Любой запрос по освещению мы можем удовлетворить. Это факт, да. Даже, то есть, такая вот елочка, да, елочка-лампа. Это новогодняя. Они же красненькие, они же зелененькие, они же беленькие. Ну, в преддверии Нового года это очень интересно. Не, ну, в преддверии Нового года сейчас появится. До Нового года мы еще пополним ассортимент, только главное, чтобы был свет. Будет, я думаю, что будет. Это временные трудности, точно не стоит падать духом. Вы шикарно выглядите, не видно, что вы упали духом, поэтому, да, да. Когда вокруг такая красота, такие красивые лампочки, люстры. Спасибо большое, не буду вас отвлекать. Хорошей вам торговли. До свидания. Спасибо за ходить еще. Друзья, таким мы с вами увидели рынок 7-й километр сегодня, 24 ноября 2022 года. Но это даже не весь рынок. Я фактически вам показал малую часть. Мы посмотрели основные товары, которые сейчас пользуются спросом. Ну, видите, да, генераторы только прилетают, они сразу улетают. Я также за кадром общался с людьми, которые торгуют генераторами, ну, у которых сейчас их нету. И они говорят, мы даже сейчас не хотим сниматься, не хотим говорить свой номер телефона, потому что, ну, звонят день и ночь, на самом деле, разрывают телефоны. Ну, и так мне по секрету сказали, что цены сейчас-то генераторы ставят на фонарь. Ну, то есть, вот они прилетели, они улетели, поставили там на 100 долларов больше, на 200 по барабану. Все продается, все продается, потому что, потому что продается. Друзья, ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал. Я буду много вам всего еще показывать. Меня зовут Сан Саныч, взрослый разговор. Желаю вам света, мира, добра, любви и счастья. Пока!